Девушки отдыхают 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 Домашний Всегда для женщин Девушки отдыхают 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А это кадры 2008-го года. Впервые на площади гимн России звучит не в записи. В параде снова можно увидеть танки и самоходки. Со следующего года их участие сделают обязательным. Техника готовится к 65-му юбилею победы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юбилейный парад проходит по столичным стандартам. Он начинается ровно в 10 часов по московскому времени. В центре усилили меры безопасности. Повсюду металлоискатели. Подойти близко не удается никому. Чтобы разглядеть парад, горожане забираются на деревья. На площади идут сразу два шествия. Уральское и московское. Они сливаются в одно целое, когда слово берет главнокомандующий. Ура! 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 В 2012-м торжественности поубавилось. Впрочем, многие нововведения прошлого года остались. Например, трибуны для ветеранов. Фронтовики по-прежнему возглавляют пешие колонны. Правда, их коробка заметно поредела. А ведь еще 9 лет назад их было в три раза больше. В 2012-м ветеранам запрещают маршировать. Они пересаживаются в открытые оазы, чтобы сделать круг почета. Организаторы решили поберечь стариков. Ведь самому младшему на тот момент было уже 85. Впрочем, сидеть сложа руки ветераны не привыкли. И в следующем году, несмотря на запреты, снова встают в строй. Правда, уже в конце парада. Спасибо за победу! С 2013-го в Екатеринбурге появляется новая традиция. На улице города впервые выходит бессмертный полк. Несмотря на проливной дождь, портретами ветеранов идут 5000 человек. Через год строй вырастет уже в два раза. В 70-ю годовщину победы город вновь встречает под проливным дождем. Но зрителей это не пугает. Ветеранам даже выдали дождевики. Парад вышел на новый уровень. Заоблачный. Небо над городом впервые расчертила авиация. В 2016-м пилотов можно было не только видеть, но и слышать. Они поздравляли горожан по радиосвязи. Взлетела и акция «Бессмертный полк». За четыре года к ней присоединилось больше 70 тысяч уральцев. Теперь они готовы идти по бедным строям в любые времена и любую погоду. Ирина Шуцко. Главные новости Екатеринбурга. Память о победной весне 45-го можно хранить по-разному. Так уникальный проект «Живая победа» реконструирует снимки военных лет. В этом году вторую жизнь получили фотокарточки, связанные с эвакуацией. Ведь на Урал был перенесен Эрмитаж, многие театры, заводы и госпитали. Организаторам акции пришлось даже искать актрису, похожую на скульптора Веру Мухину. Результат кропотливой работы в репортаже Марии Новиковой. На верхнем снимке 1943 года в кепке из бородой изображен реставратор государственного Эрмитажа Федор Каликин. На реконструированном снимке изображен сотрудник Екатеринбургского музея из-за простильных искусств. Сквозь года этих мужчин объединило искусство и борода. Легендарный снимок 1943 года восстановил проект «Живая победа», как и еще 90 фотографий. Организаторам пришлось вернуться в прошлое. Вместе с потомками они искали личные истории и восстанавливали кадры с помощью старой камеры «Обскура». Это наша попытка создать ту историю, которую они напишут в учебниках. Для них наша камера-гармошка и вообще все, что происходит вокруг них, это такая машина времени, которая позволяет им действительно соприкоснуться к произведению. Мы такое делаем, свидание с теми любимыми, кого нет. Такие свидания организаторы устраивали по всему региону. Так, в начале весны в Ирбите воссоздали снимок 1942 года. На нем гонщик Борис Зефиров, эвакуированный сюда из Москвы, обкатывает мотоцикл. Роль испытателя сыграл сотрудник местного музея. Он оказался похож на героя. А вот других моделей пришлось менять практически до неузнаваемости. Они изменили полностью цвет волос. Сначала затемнили, сейчас наносят седину, чтобы было портретное сходство с Верой Мухиной. Гримеры лепят из актрисы легендарного скульптора Веру Мухину, автора памятника рабочему и колхознице. А вот Анастасия предстала в образе своей бабушки, медсестры Надежды Урмановой. Она спасла солдата. Прямо на поле боя сделала ему переливание своей крови. После войны молодые люди поженились. Счастливый миг воссоздают спустя семь десятилетий. Мне кажется, они пошли вместе, набрали букет ромашек, пошли в ЗАГС, зарегистрировались. Было тепло, солнечно. Они были очень счастливые, молодые и такие окрыленные. Вот решили на память запечатлеть этот момент. Здесь у нас получается поворот. Доктор, ну не все, вам. И юбка. Нашлась своя легенда и в Нижнем Тагиле. Здесь реконструировали фото врача Марты Зеленской. Ее и пациентов играют младшие коллеги. Вжиться в образ говорят легко. Ведь о Марте здесь знают все. Мать мне рассказывает, что она без памяти была на больничной койке. Около ней сидит Марта. Потом ночь, она открывает глаза, опять сидит Марта. И это было всегда. Всех тяжелых больных она пересматривала перед отъездом домой. Организаторы уверены. В «Живой Победе» нет маленьких историй. Каждый из них – целый мир. Увидеть и прочитать их можно на выставке до конца мая. Мария Новикова, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга. И еще о связи прошлого и настоящего. На улице Пушкина сегодня демонстрировали современную военную мощь страны. Бронеавтомобиль «Тайфун-К» и зенитный комплекс «Панцирь-С1». Всю технику можно было потрогать и даже забраться внутрь. Но кое-что так и осталось военной тайной. Юлия Анашкина изучила строение машин и даже попробовала дать огня. Вера, улыбайся! Очередь желающих сфотографироваться с военной техникой растет с каждой минутой. Одни горожане лезут на танки и бронетранспортеры, другие успевают посидеть за рулем. Настроение у людей боевое. Я поздравляю всех с Днем Победы. Желаю мирного неба над головой и отличного настроения в праздник. Как вам в машине? Замечательно. Можно брать. Эти машины, рассказывают командиры, намного мощнее и удобнее тех, что защищали родину в годы Великой Отечественной. Например, этому танку не нужны наводчики. Он сам находит цель благодаря автоматизированной системе управления. Можно также ночью вести бой, как и днем видеть все это. Приближать также мишень можно. Можно вести бой, несмотря в поле, в тримплексе не надо общаться. Внутри имеются специальные планшеты. А бронеавтомобиль «Тайфун-К» благодаря технологиям обеспечивает обзор на все 360 градусов и прочную защиту. Это шестой класс брони, очень надежный. Также идут тоже видеокамеры. То, что можете наблюдать не только в окно. В кабине находится монитор, можете по монитору наблюдать. Тепловизор идет. То, что можете в темноте передвигаться без световой сигнализации. Во всей красе перед горожанами предстал и новичок парада. Зенитный комплекс «Панцирь-С-1», мимо которого не пролетит ни одна вражеская ракета или самолет. А это реактивная система залпового огня. По сути, современная «Катюша». Правда, она в разы мощнее советской легенды. Скорость уже побыстрее будет, и выносливость, и двигатель уже попрочнее. Пульт управления обновлен, более модернизированный. Это позволяет побыстрее выстрелить, навестись, удобнее. Правда, то, что внутри – военная тайна. Самое интересное – от глаз и рук горожан скрыли, чтобы они случайно не привели технику в действие. Во многих машинах это можно сделать буквально одной кнопкой. Забраться в кабины людям разрешали только под присмотром. Те, кому удалось, были впечатлены. Я чувствую себя военным прошлого века. Очень мне понравилось. Особенно лазить. На выставке горожане даже могли почувствовать себя артиллеристами. Под руководством военных выстрелить из настоящей пушки. Ну, естественно, снарядов не нет. Но мирное небо над головой горожанам дороже любых эмоций. То, что люди делают с машинами селфи, а не стреляют из них – заслуга тех, кого сегодня чествуют и чью память чтят. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга. Вот и на Свердловской ГРЭС оборудование времен Великой Отечественной заменили современным. Позже всех, только в январе 1917 года, сдалась турбина, привезенная из Рейхстага. Более 70 лет агрегат обеспечивал электричеством всю нашу область. И, как оказалось, секрет такого долголетия скрыт внутри конструкции. Вероника Князева расскажет, откуда в годы войны черпали энергию. И обстрелы, и бомбежку. Огромный паровой котел номер 6 Среднеуральской ГРЭС, как настоящий ветеран, помнит военные годы. Его, искаженного взрывной волной, в 43-м году привезли на Урал из Подмосковья. И восстановили махину высотой с 13-этажный дом в рекордные сроки. Я предполагаю, что все трубы, которые находятся снаружи от котла, были повреждены. Кроме того, был поврежден, скорее всего, каркас котла. Барабан, который находится наверху котла, тоже был поврежден. Как говорят очевидцы, отремонтировали очень быстро. В пределах одного-двух месяцев. Поскольку время было тяжелое, военное, стране нужна была электроэнергия и тепло. В годы войны на плечи трех основных Свердловских электростанций легла колоссальная нагрузка. В Свердловской области эвакуировались 240 предприятий, а в целом на Урал порядка 600. И каждому заводу для выпуска снарядов и военной техники круглосуточно требовалась энергия. Наша уральская энергосистема, которая включала в себя Пермскую, Челябинскую, Свердловскую энергетику, она была закольцована сама в себе и не имела выхода в Единое кольцо России. И если бы случился развал, то есть какая-то станция вышла бы из строя, то вся наша промышленность тоже военно работать бы не смогла. Это было огромной проблемой. В пять раз увеличилась мощность Красногорской ТЭЦ, в два раза Среднеуральской. На пределе работали и Горшинская ГРЭС, и блок станции при заводах. Но все равно энергии было мало. Показатели в сети порой были настолько низкими, что не хватало шкалы прибора. И лишь чутье диспетчеров спасало систему от аварии. Много ноу-хау пришлось разработать в годы войны энергетикам. Например, они научились ремонтировать лэп без отключений и быстро очищать котлы от угольной пыли. Не подвела и техника, в том числе и паровой котел номер 6 на СУГРЭСе. Паровой котел номер 6 выработал порядка 45 миллионов тонн пара. Работал надежно в течение всего периода времени. Директор Среднеуральской ГРЭС лично показывает легендарное оборудование. Сейчас котлы уже не эксплуатируют. Можно сказать, они на заслуженном отдыхе. Остановлен и еще один уникальный агрегат. Турбина, снабжавшая электричеством, сам Рейхстаг. В 1947 году по договору репарации она попала на СУГРЭС. Клейма производителя сейчас на ней уже не найти. Все уникальное осталось только внутри. Инженеры, когда первый раз открыли турбину, не поверили глазам. Конструкция турбины такова, что она крутится против часовой стрелки. Это единственная турбина на станции, которая крутится против часовой стрелки. В свое время даже шутили, что она крутится против советской власти. Иностранка, тем не менее, советскую власть не дискредитировала. И исправно работала до января 2017 года, выдав региону 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Так что на пенсию турбины из Рейхстага сотрудники станции провожали с большой грустью. 1 января 2017 года, как известно, наши турбины были выведены из плотации. И в день, когда мы их выводили, большая часть работников КТЦ-1, представителей руководства станции, сделали небольшой флешмоб с надписью «Ласточка, спасибо за работу». То есть «Ласточкой» называли турбину? Турбину называли «Ласточкой» именно так. Вместе с турбиной «Ласточкой» на «Сугресс» уходит целая эпоха. Эпоха больших испытаний. Пришедшие на смену современные, более мощные оборудования уже без труда способны обеспечить промышленный Урал электроэнергией. Впереди у нас небольшой перерыв, после которого расскажем, как площадь пятого года превратилась в кинотеатр, а также о куклах из концлагеря и о вальсе победы под проливным дождем. Оставайтесь с нами. Для переваривания даже небольшой порции калорийной пищи при нарушениях пищеварения требуется от 10 тысяч единиц ферментов. Именно столько их содержится в одной капсуле «Микрозим». «Микрозим» – количество ферментов имеет значение. Открой, открой, открой его! Не ешь его! Ощути его! Не ешь его! Нанеси его! Не ешь его! Полюби его! Не ешь его! Давай! Для соблазнительной мягкой кожи. Новый гель для душа «Полмолив Гурмэспа». Не ешь его! «Полмолив». Клео была бездомной кошкой. Я приютила ее. Она была уже взрослой, поэтому ее пришлось стерилизовать. Ветеринар предупредил меня, что кошки могут набирать вес после стерилизации, а их мочеводелительная система нуждается в поддержке. Корм «Пурена Проплан» с высоким содержанием белка и низким уровнем жиров помогает Клео оставаться в форме. А формула «Оптеренол» поддерживает здоровье почек. Я счастлива, что ее жизнь изменилась к лучшему. «Пурена Проплан» – правильное питание, здоровое будущее. Иногда с жидкостью быстрее. И это очевидно. Когда болит голова, выбирай капсулы «Нурофен Экспресс». Жидкое действующее вещество быстрее всасывается. Начинай работу против боли через 10 минут. Капсулы «Нурофен Экспресс». Быстрее, чем обычные таблетки. Вкус о магии, свершись! Новый вкус, появись! Машенька, они тебе не мешают? Они себе мешают, а мне не мешают. Мы и тебе смешаем. Встречайте новинку – творожки «Вкус о магии». С одной стороны банановый, с другой яблочный. И если смешать, получится неожиданный вкус. Это что, груша? Это «Вкус о магии!» Свои смешай, новый вкус получай. Древние времена хранят в себе множество секретов. Новый колгейт «Древние секреты» объединяет древние китайские рецепты с новейшими технологиями колгейт для здоровья зубов и дёсен. Новый колгейт «Древние секреты». При изжоге возьмите Ренни. Он содержит естественные для организма вещества, благодаря которым способствуют устранению изжоги. Ренни от изжоги без алюминия. Байер. Продолжаем специальный праздничный выпуск главных новостей Екатеринбурга. Оживить воспоминания Великой Отечественной взялись Свердловские реконструкторы. Они воссоздали одно из сражений советской армии с фашистскими захватчиками. По сценарию колонны пехоты попадают в окружение. Силы явно не равны. У красноармейцев всего один броневик. Но роте жизненно необходимо прорваться сквозь немецкие заслоны. На помощь приходит военная хитрость. Пришлось пустить врагам пыль в глаза. Чтобы добиться исторической достоверности, реконструкции участники клуба готовили около месяца. Несмотря на то, что зрителям был представлен бой по выдуманному сценарию, оружие и обмундирование, в том числе и вражеские, подлинные. Их добывали в археологических экспедициях и заботливо восстанавливали. Приходится делать выбор, потому что у людей есть определенный интерес к образу врага. И без образа врага, в принципе, невозможно воссоздать именно драматизм событий. Любая машина из музея военной техники в Верхней Пышме может участвовать в подобной реконструкции, потому что каждый экспонат на ходу. И сегодня танки и самоходки проехались по улицам этого уральского города. Больше всех шума наделал Т-35. Боец времен Великой Отечественной. А вот «Шерман-4» американский танк, наоборот, удивил всех легкостью и плавностью. Роман Сумин наблюдал за шествием. Песни о войне сегодня звучат из всех динамиков. Они подбадривают тех, кто вышел отмечать 9 мая на улице, и отвлекают от слезливой погоды. Небо над головами хоть и хмурое, зато мирное. Это семейный праздник у нас всегда был и остается. Сейчас хотим сходить с сыном, посмотреть технику военную, времен войны. Вот, и показать молодому поколению, на чем воевали деды, прадеды. Этот смотр давно перестал быть городским. В Верхнюю Пышму зрители специально съезжаются со всей области, чтобы посмотреть на легендарную военную технику. К примеру, знаменитые «тридцатьчетверки» впору в музее стоять, а танк до сих пор на ходу. Как и его старший брат, пятибашенный, но неповоротливый Т-35. Из-за нерасторопности почти все бронированные махины подбили еще в начале войны. Но уральские реконструкторы воссоздали гусеничную крепость по архивам и чертежам. Надо сказать, что для этого была проведена очень серьезная, качественная работа. Во-первых, необходимо было поднять и изучить чертежи этого танка. Во-вторых, обмерить тот самый танк, который находится в Москве. Ну и тот самый пример, когда пришлось буквально, начиная с болтов, то что называется, то есть с основы его реконструировать один в один. Еще одна новинка этого смотра – американский танк «Шерман-4», который в свое время понюхал пороху. Машина, которую отремонтировали в Верхнепышминском музее, сослужила советским солдатам хорошую службу и не раз выручала их в боях. У него поставили авиационный двигатель воздушного охлаждения, поэтому корпус такой высокий получился по сравнению с остальными многими танками. И двигатель был бензиновым, поэтому не всегда танкисты наши любили, поскольку бензин, возгорание при частом попадании. Но тем не менее наши танкисты любили их за комфорт, поскольку все-таки иномарка и ход тише, плавнее. Для современников это шествие все равно, что оживший учебник истории, а для ветеранов – воспоминания из военного прошлого. Даже те, кто трудился в тылу при виде техники, не могут сдержать эмоций. Говорят, хорошо, что это кончилось. Правда, в далеком 45-м о Великой Победе многие узнали не сразу. Когда война кончилась, жили мы в районном поселке, там ни телефона, ни радио, ничего не было. Нарочного послали с военкомата. Нас, в общем, собрали на лошадь, там две или три запрягли, на этот район повезли, поздравляли, как говорится, днем Победы. Столько было слез, столько было радостей. Эта радость сегодня со слезами на глазах. С каждым годом героев становится все меньше, но память о них будет жить вечно. Роман Сумн, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга. Память о великом подвиге хранится и благодаря фильмам о войне. После официальных мероприятий, главная площадь Екатеринбурга сегодня превратилась в кинотеатр под открытым небом. Трибуны стали кинозалом, где можно было посмотреть советскую классику. В течение дня горожане увидели знаменитые советские картины. В бой идут одни старики, офицеры, аты-баты шли солдаты. И на войне, как на войне. Импровизированный кинозал был полон, даже несмотря на плохую погоду. И хотя каждый фильм зрители видели уже много раз, происходящее на экране трогает до слез. Я тоже не могу без слез смотреть, абсолютно точно. Очень тяжело смотреть. Ну что, потому что свои родственники погибли на фронте, поэтому так и это, так тяжело. Но вообще праздник очень радостный и светлый. Я смотрю и плачу. Папа мой погиб в 45-м году. Отец мой, Куклин Иван Иванович, командир танка, погиб прямо в Германии, в самом конце войны. Поэтому для меня этот праздник, ой. Еще одни герои тех лет – Буратино и Петрушка из концлагеря. Обычные перчаточные куклы из папье-маше могут похвастаться удивительной биографией. Они были сделаны уральским мастером, оказавшимся в плену. После окончания Великой Отечественной, тряпичные артисты вместе с кукловодом перебрались в Свердловск, в местный театр, где и живут до сих пор. О куклах войны продолжит Мария Новикова. Почтеннейшая публика! В нашей программе антифашистский спектакль-концерт «Петрушка и фашист». Ветераны снова в строю. Эти Петрушка и Буратино – ровесники Великой Победы. В 45-м году их шил уральский кукольник Сергей Скобелин. Так актер отпраздновал освобождение из немецкого концлагеря. Найти материал для кукол в разбитой Германии оказалось непросто. Вот волосы точно были срезаны из какой-то куклы, да, тут, в общем-то, все-таки других способов никаких не было. Вот глаза, конечно, нас больше всего занимают в этой истории, то есть где он нашел все-таки такие блестящие какие-то, да, камешки-стразики. Там же куклы сыграли и премьерный спектакль. Причем зрители по-русски не понимали ни слова. Бой Петрушки с Гитлером смотрели солдаты-союзники. Работать куклы продолжили, вернувшись в Свердловск. Правда, их создателю пришлось не сладко. Он потерял правую руку, то есть основной инструмент, собственно, работы кукольника — это руки. И он работал левой рукой. То есть все куклы у него вот перчаточные, да, любые, то есть вот это была левая рука рабочая, то есть опять же, его не сломило. Теперь войну на сцене играет другое поколение кукол. Артисты рассказывают историю девочки, пережившей блокаду Ленинграда. Об ужасах осады рассказывают с десяток кукол и лишь три актера. Каждый озвучивает сразу несколько персонажей, зачастую кардинально противоположных. Она маленькая девочка, которая пережила блокаду, потеряла куклу свою. Конечно, она такое существо трогательное. И она там, мама, мама, почему там трамвай спит или что-то такое. А это, которая воспользовалась, да, чужим горем и которая не хочет в этом признаваться. В такой подачу тяжелую тему с легкостью смотрят даже первоклассники. Главная героиня спектакля — их ровесница. Поэтому и переживают юные зрители очень по-взрослому. Что запомнилось? Когда мама обрадовалась, что свет в квартире, а там на самом деле жили чужие люди. Впрочем, этот спектакль все же не о войне, а о надежде и о памяти поколений, говорят создатели. Они, конечно, не запомнят, они не поймут толком, что такое война и блокада. Но эмоционально информация в них уже засядет. И дальше у них появится интерес. Они сами начнут потихоньку, помаленьку раскручивать и узнавать всю эту историю. На детский спектакль в театре ждут и взрослых, чтобы те в суете дней вспомнили о прошлом и задумались о будущем. Мария Новикова, Ярослав Прохоров. Главная новость Екатеринбурга. Тот самый май, тот самый вальс. В Екатеринбурге горожане сегодня танцевали от счастья. В городе в четвертый раз прошла акция «Вальс Победы». Традицию, зародившуюся на Урале, уже переняли и другие мегаполисы. От Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Напоминают старикам, где кружат чайки в заднем. В нашем городе трогательная акция объединила около тысячи горожан. 70 пар закружились в вальсе под лиричные строчки популярной военной песни «Ах, эти тучи в голубом». Участники танцевального флэш-моба стали школьники, студенты, преподаватели экономического университета и обычные горожане. А за их па со стороны наблюдали ветераны. После вальсирующие выстроились в слово «Мир» и выпустили в небо сотни воздушных шаров. Вот так, вальсируя в такт военным песням, шагая строевым шагом по брусчатке, да и просто пересказывая семейные истории о воевавших предках, именно так сохраняется память о страшной войне и о выстраданном мире. Давайте не забудем об этом. Еще раз с праздником Великой Победы. И пусть небо будет мирным. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, День Победы является символом бессмертного подвига воинов и тружеников тыла, символом величия и силы духа нашего народа. От всего сердца хочу пожелать вам здоровья, благополучия, бодрости и неиссякаемой энергии. С праздником! С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы!